Продолжение следует... 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 И неважно, сколько мы возьмем, океан никогда не пересохнет. Это абсолютно невозможно. Вы можете себя представить стоящими у океана жизни, а контейнер в ваших руках – это ваше сознание. А сознание вы всегда можете изменить. Не важно, откуда вы родом, из богатства или из нищеты, в какой семье вы родились, какие убеждения были у ваших родителей. Ничто не имеет значения, так как это ваше сознание. То, во что вы выбираете верить, что думаете о процветании, это ваша способность принимать его. Вот что будет создавать вашу жизнь. Все это не имеет ничего общего с усилиями обеспечения. Я хочу получить то, достать это. Нужно любить себя и позволить себе иметь все, что вам необходимо. А это совершенно другой подход. Если у вас нет того, чего бы вам хотелось, это означает, что на каком-то уровне вы себе просто не позволяете это принять. Видите ли, эта жизнь существует для нас. Она для нас, для того, чтобы всеми способами поддерживать нас. Но помните, что мы отдаем, то и получаем. Если мы скупы по отношению к жизни, жизнь будет скупа с нами. Это так просто. Если мы будем воровать у жизни, жизнь будет воровать у нас. Я знаю, что в магазинах часто воруют. И если вы приносите домой скрепки из офиса, это тоже нечестная игра. Или работает все то же правило. Что вы отдаете, то и получаете. Это как будто вы заявляете во Вселенную. Я не могу этого себе позволить. У меня нет возможности это купить. Поэтому мне нужно это у кого-то взять. Это нищенское мышление. Оно никогда, никогда не создает процветание. Жизнь существует для нас. И на этой планете невероятное изобилие всего. Иногда мы видим лишнюю хватку чего-то, но изобилие здесь огромное. Только подумайте, на этой планете так много еды, что мы на самом деле можем прокормить каждого. Да, это правда, что есть люди, которые голодают. Но это не из-за нехватки пищи. И мы часто сжигаем урожай в своей стране лишь за тем, чтобы поднять цены. И если люди голодают, то это из-за недостатка любви, из-за того, что люди позволяют таким вещам случаться. На этой планете абсолютное изобилие денег. Денег так много, что мы не можем сосчитать их все. Правда, и то, что у многих людей денег очень мало. Но это не имеет никакого отношения к количеству денег. Это лишь недостаток сознания. Это неприятие. Это мысль. Я не заслужил. Я не заработал. На этой планете живут миллиарды людей, но есть люди, которые говорят, что они одиноки. Это не имеет никакого отношения к количеству людей. Это происходит потому, что мы строим вокруг себя стены, не позволяя любви войти в нашу жизнь. На этой планете изобилие воздуха. Подумайте, как бесценен воздух, которым мы дышим. Но мы без всяких условий верим, что за каждым вдохом последует следующее. А если его не будет, то мы не проживем у трех минут, даже не выйдем из этой комнаты живыми. И несмотря на это, мы настолько, безусловно, верим, что всегда будет следующий вдох, что я никому не говорю, не дышите, а то мне не хватит. Подумайте, если только самого драгоценного воздуха достаточно для всех, и он дан нам в таком изобилии, что его хватит каждому до конца жизни. Почему же мы не верим, что Вселенная и обо всем другом позаботится? Когда вы испытываете такого рода страхи, очень хорошо читать главу 6 Евангелия от Матфея. Сила, которая нас создала, все приготовила для нас. И только лишь мы считаем, чего мы заслуживаем, и что принимать, и что нам нужно делать. То, на чем мы концентрируем внимание, это время увеличивается. Нужно быть очень осторожными, чтобы не концентрироваться на нехватке, долгах, болезнях и негативе. Иначе это будет увеличиваться в нашей жизни и расти. Если вы будете концентрировать внимание на счетах и рассматривать их как врагов, они станут врагами. И вам никогда не хватит средств, чтобы заплатить по всем счетам. Счета – это замечательная вещь. Они означают, что люди доверяют вам, предоставляют свои услуги и товары, зная, что мы в состоянии их оплатить. Так давайте встречать счета с любовью. Когда вы подписываете счета или оплачиваете их, радуйтесь, просто радуйтесь, что вы в состоянии сделать это. Помните, что мы отправляем, то и получаем. Перестаньте думать, «О, Боже, за что опять такие счета?» Начните чувствовать свободный поток, текущий к вам через ваши счета и через вас. Очень важно наше восприятие самих себя. Положительное восприятие себя – путь к процветанию. С этого начинается процветание, не важно, сколько у вас денег. Но если вы недовольны собой, вы не сможете ими наслаждаться. Посмотрите на свою жизнь. Все, что вы имеете в своей жизни, есть отражение того, чего, по вашему мнению, вы в этой жизни заслуживаете. Это отражение той правды о себе, которую вы верите. Посмотрите на свой дом. Это то место, в котором вы любите жить. Он удобен и радостен? Или он грязный и беспорядочный? Подумайте о своей машине. Нравится она вам или нет? Верно ли она отражает вашу любовь к себе? А ваша одежда? Она неприятна для вас, но вам приходится ее носить? Или она вас радует, ведь это снова отражение вас самих? А что с вашим банковским счетом? В каком он состоянии? Что вы чувствуете? Вы дружите с деньгами? Они ваши друзья или ваши враги? Все это очень важно, так как все, что мы имеем в жизни, есть отражение нас самих. Помните, где бы мы ни были, что бы ни происходило, это отражение нас самих. Это лишь мысль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!